Всем привет, вы на канале Live Spain Club. Сегодня мы вместе с директором нашего YouTube-канала Юлии отправляемся в один город, который очень популярен среди переехавших из стран СНГ. Мы будем снимать там интервью о работе, а также попытаемся найти один украинский бренд, который появился в Испании буквально на днях. Но прежде чем мы вернемся к теме работы, мы решили снять для вас этот влог об обычном нашим рабочем съемочном дне. Для нас это совершенно новый формат, и мы не знаем, понравится ли он вам или нет. Но не попробовав, никогда не узнаешь. Сейчас в Испании очень много людей из переехавших активно ведут социальные сети, снимают ролики, но очень быстро сливаются, так как это совсем не просто, как может показаться со стороны. Поэтому, чтобы занять свое место в медиапространстве, нужно много терпения, деньги и не бояться пробовать. Итак, если кто-нибудь уже по картинке догадался, то мы приехали в тот город, где никогда не выучишь испанский, кстати, на фоне слышно, да? Мы в Таревьехе. В Таревьехе всего в часе езды от Аликанте и известно своими пляжами, отличным климатом и бюджетным жильем. С населением 100 тысяч человек, из которых испанцев только 46%, а остальные – понаехавшие иностранцы. Вега-Баха, вот этот район, он, конечно же, все очень много его знают из-за соли, из-за того, что тут тоже культура очень сильно развита, ну и доступное жилье, весь туризм. Тут был бум туризма в 2005 году, когда начался кризис, потому что доступное и качественное жилье, мне кажется, это один из первых городов в нашей провинции. Поэтому здесь так много граждан из стран СНГ, очень много. Это и хорошо, и плохо, смотря какой у вас запрос. Есть люди, которые говорят, мне для интеграции нужно, чтобы... Вот, смотрите, такая чудесная женщина. Мне для интеграции нужно, чтобы меня не окружали, например, русскоговорящие люди, потому что иначе я никогда не выучу испанский, не пойму менталитет. А у многих, например, у нас, когда есть клиенты для иммиграции, для переезда, они говорят, Юля, нам нужен город, в котором наш бизнес будет понятен, и нам не надо будет там объяснять все по тысяче раз. Поэтому тут в зависимости от вашего запроса. Не перекричать местных. Как тебе кажется, в какой профессии легче всего найти работу в Испании? Мы сегодня будем снимать про одну из самых популярных профессий интервью. Ну, вот тебе кажется, в какой сфере? Ну, вот знаешь, у меня такой опыт иммигранта, 14 лет, и я сменила 6 профессий. Не из-за того, что я это выбирала. Я приехала в пик кризиса в 2008 году, когда даже на уборке требовались испанские женщины. Так прямо было и написано. Испанские женщины? Да, именно писали, что требуется испанка или испанец, в скобках, на уборку. Потому что все понимали, что нужно давать работу своим. Или был такой пик безработицы, и был такой стресс жесткий, что мне кажется, что любая бы профессия зашла. Опыт моего супруга, который приехал сюда 23 года назад, когда никому не интересовало право на работу, никому не интересовало легально ты или нелегально, когда не было никаких новых законов для легализации. Он всегда говорил, только ленивый не мог найти работу. Было работы в рестораны, кафе, фабрики на каждом углу. И все с удовольствием брали славян на работу. Я думаю, что, наверное, самое популярное – это уборки. Я сама работала на уборках, на виллах. И тогда это было очень мало денег. Это была, например, двухэтажная вилла 50 евро. То есть это вообще сейчас невозможно даже представить. Сейчас, наверное, 250. Я думаю, наверное, 200 точно. И я была рада этому, потому что не было вообще никакого заработка другого. Я думаю, что на втором месте это все-таки строительный бизнес. Но снова же, по сравнению с предыдущими годами, сейчас очень боятся работодатели нанимать тех, кто нелегалом. Почему? Потому что такие штрафы можно получить. А если еще что-то случится во время того, как ваш работник нелегальный будет на работе, и вам придется обратиться за медицинской помощи, ну, это вообще непонятно, что может появиться. Третье, наверное, это beauty-сфера. Это, ну, когда ты ремесленник, у тебя есть в руках твое ремесло, твой инструмент рабочий. Шприц, шприц, не знаю, пилочка, то что угодно. Массаж, да, и так далее. Мне кажется, для этого сразу можно этот навык применить. Хотя те, кто пекут и тоже делают какую-то еду, тоже мне говорили, что моментально могут найти каких-то заказчиков. Вот, кстати, мы сегодня зайдем в одно новое место, которое готовит полуфабрикаты. Но открылось буквально на днях 8 мая. И вот мы зайдем, посмотрим, что это такое. Чтобы не стрессовать из-за парковки, мы решили пойти пешком. Еле-еле мы нашли точку этого магазина. И то по знакомству. Пока шли, разглядывали город, честно признаюсь, за 7 лет жизни в Аликанте в Торевьехе всего лишь второй раз. Ну и что можно сказать город? Как город, ничего криминального в нем не вижу. Везде слышна славянская речь, маленькие улицы. Я тут, например, знаю этот бренд. Почему? Потому что моя... Как он правильно говорит? Галя Балувана. Галя Балувана. Балувана. Да. Ну, наш подписчик, который слил нам эту точку. Спасибо огромное. Александр, большой вам привет. Сказал, что нужно обязательно купить рыбные котлеты. Что они прям бомба. Вот мы сейчас посмотрим, что здесь есть. Надеюсь, нас не выгонят. Я тоже надеюсь. Камера. Если контента не будет, знаете, нас просто выгнали, и мы ничего не купили. Такое тоже бывает. Вы думаете, легко снимать? Ага. Наглость – это, конечно, второе счастье, но снимать в Испании людей без их разрешения запрещено. Поэтому обязательно спросите у них разрешение. От количества ассортимента у меня просто заслепило в глазах. Представляете, здесь 15 видов начинок у блинов. Есть даже замороженный борщ. Там есть мясо, ягодопелька, заянь, цебулька, бурочок, уже тушеный, заправленный, морпочка тушена, заправлено. Помимо продукции, меня, конечно, впечатлило, как красиво одеты работники, и то, что можно прям своими глазами посмотреть, как все готовится. Вот так выглядят рыбные котлеты, которые все советуют попробовать. Потом Юля узнала, что директор магазина ее земляк, а она у нас из Хмельницка, так что видите, в Испании всегда и везде есть свои люди. Ну а сам директор магазина честно признался, что перед переездом в Испанию смотрел все наши видео. И поблагодарил, что мы даем очень много ценной и полезной информации. Мне с ливером тоже, пожалуйста. В общем, друзья, мы затарились по полной, и теперь ждем открытия такого же магазина в Аликанте. Мы сейчас, конечно же, забежим где-нибудь, перекусим. Обед не успеваем, да. Но раз традиционно в Таревьехе много нашей кухни, то поедим какие-нибудь блины да сырники. Здесь три минуты, Ольма. Вроде бы мы идем в противоположную сторону. Оль, по этой же улице, только туда. Таревьехе, мне кажется, вообще испанский выучить просто нереально. Даже если бы хотел. Ну, может быть, разве что, если ты хочешь в школу. А, ну, дети, да, понятно. Но у них зато нету Валенсиана? Нет, очень-очень маленький процент, как и у всех остальных. Как, например, Аликанте такой же. Очень маленький, потому что у нас электривитацию все равно не сдают Валенсиану. Это уже в Мурсии нет. О Валенсианах уже свое. Я знаю, что многие даже на Бачаират переезжают в Мурсию, чтобы дети закончили школу без Валенсиана. Да ешь как дома, что ты это? Можно где-то рукой, пальцем. Конечно, нам хотелось уже чего-нибудь посытнее и посущественнее, но в Испании в 11.30 это просто невозможно. Ну, а дальше мы отправились на съемки нашего интервью. Так вот, Оля готовится к интервью. Прогон в голове вопросов. Мы будем говорить о самой хейтовой профессии в Испании. И это не реалка спать. Ладно, не будем вас томить. Сегодняшнее наше интервью на тему клининга в Испании. Ну, а сколько денег нужно заработать в этой сфере, вы уже узнаете в следующем видео. Ну что, друзья, наш рабочий день подходит к концу. Это наш первый влог. Я не знаю, что из этого получится. Будем очень ждать вашей обратной связи. Интересно ли вам вообще такое смотреть, про вот такие вот обычные бытовые путни. Обязательно напишите комментарии. Почему обычные? Поездка, съемка, новое место, контент. Контент, выполненный по полной программе. Это же наша обычная жизнь. Это наша обычная жизнь. Вот смотрите, я сегодня встала в 7 утра. Сейчас 5.24. Оле нужно прийти в себя и как-то это потом еще монтировать. Мне еще надо идти на мероприятие, на котором нас собирает мэр. Та-дам! Зато нам не скучно. Зато нам не скучно, правильно говорит Оля. На самом деле, надеемся, что вы оцените этот влог. Подпишитесь, поставьте комментарий. И будете с вами продолжать нас смотреть. Всем пока-пока! Пока-пока!